Мультфильмы И если он не наберет лайки, ты победитель Итоги завтра Бу Это почти любимый персонаж всех фанатов корпорации монстров Она восхитительна Черноволосая, крупноглазая, милая девочка украла многие сердца Включая таких же маленьких девочек, которые мечтают походить на нее За озвучку данного персонажа отвечала девочка по имени Мэри Гибс Сейчас она уже далеко не девочка, ей 20 лет Вот как бы выглядела сейчас Бу, будь она в реальной жизни Похоже, эта девочка готова продолжить съемки в любую минуту У нее такая же прическа, такая же одежда Ставь лайк, если бы посмотрел не мультфильм, а кинофильм корпорации монстров Может, когда-нибудь доснимут? Рассел Мы как-то раз уже показывали вам Рассела Но вы не видели его реальную копию Храбрый, изворотливый, смекалистый, ловкий и вместе с тем болтливый скаут Несмотря на излишнюю полноту, Рассел не имеет совершенно никаких комплексов Рассел – своего рода отражение всей совместной жизни Карла и Элли Сочетание совершенно несочетаемого Его внешний вид и индивидуальность настолько уникальны, что, казалось бы, нет человека, который бы выглядел абсолютно так же Спешим отметить, что такой мальчик нашелся Вот он, почти точная копия Рассела Вы ведь помните дедушку из мультфильма «Верх»? Бонусом мы покажем вам и его Просто как две капли воды Лингвини Помните мультфильм «Рататуй»? Типичный неудачник Лингвини Сама его фигура и внешность вызывают у зрителя в первую очередь жалость Он похож на молодое тонкое деревце, качающееся даже от слабых порывов ветра Незаконно рожденный сын некой Ренаты Лингвини И известного кулинара Агюста Гюсто После смерти матери Лингвини перебирается в Париж и ищет работу в ресторане отца О котором ничего не знает и в страхе бегает от злого начальника Скиннера Наивный, смешной и простодушный мальчик спасает от гибели крестенка Рэми И переворачивает всю свою жизнь Не говоря ни слова, двое новых друзей прекрасно понимают друг друга Благодаря некоторой бесхарактерности Лингвини спокойно отдается на милость своего хвостатого приятеля Рэми И именно вот так бы выглядел Лингвини в реальной жизни Энди Наверняка вы, как и мы, любите мультфильм «История игрушек» Помните мальчика Энди? Мальчик, который любит играть со своими игрушками Вуди любит больше всех Однако в день рождения, когда появился Бас, Энди стал играть с ним и любить его больше, чем Вуди Но ближе к концу мультфильма он любит и того, и другого больше всех У Энди было много игрушек, но все же любимыми были именно Вуди и Бас Мы нашли фотографию, на которой полная копия Энди в реальной жизни играет с любимыми игрушками Не правда ли похож? Что за дела? Вот так-то лучше Эльза На первый взгляд Эльза обладает холоднокровным сердцем и холодным рассудком Кажется, что она не любит общество других людей И чтобы поменьше встречаться с окружающими Эльза поселилась в далеком от людских поселений месте За ее нелюдимый характер она получила прозвище «Снежная королева» Но это неправда На самом деле Эльза живет в постоянном страхе После коронации ее наделяет удивительной силой Творить мороз Это сила, которая позволяет ей творить красоту Но неумелое обращение с этой силой может нанести большой вред окружающим Однажды Эльза чуть не убила свою младшую сестру Анну Именно потому она и поселилась подальше от людей, чтобы защитить их от себя И именно вот так бы выглядела Эльза в реальной жизни Ставь лайк, если любишь этот мультфильм Хоть поверьте, хоть проверьте Но вчера приснилось мне Будто принц ко мне примчался Джуди Джуди – крольчиха, мечтающая стать полицейским Однажды ее мечта осуществляется Она переезжает в мегаполис под названием «Зоотопия» Несмотря на то, что ее родители очень волнуются Джуди работает в команде с Ником Уайлдом Джуди спортивная, упорная, неунывающая и достаточно хитрая Однако ее, ввиду происхождения, мучает страхи о хищниках и особенно лисах Как инстинктивные, так и заложенные воспитанием Она также испытывает предупреждение к ним, как и жители Зверополиса Вы только посмотрите на эту милоту Сейчас же ставьте лайк Так выглядела бы Джуди в реальной жизни Мерида Мерида – первая пиксаровская принцесса, которая не чувствует себя особой королевской крови Даже во время производства мультфильма члены команды Избегали произносить это слово, просто оно настолько не вяжется с ее образом Что язык не поворачивается называть ее так Она подросток, живет в королевстве Данброк примерно в 10 веке Ее хотят выдать замуж за одного из представителей соседних кланов Но свадьба не входит в планы девушки-бунтарки Она хочет быть свободной Мерида – отнюдь не хрупкая девушка Будучи великолепной наездницей, она прекрасно стреляет из лука и владеет мечом Именно так бы она выглядела, будь она среди нас Такие же прекрасные локоны волос, такая же смелая И делаю, что говорю, а она меня не слушает Да ну, что ты Представь, что я Мерида Я не хочу выходить замуж, хочу быть свободной Пусть мои волосы развиваются на ветру Когда я скачу по долине, выпускаю стрелы Нед Фландерс Набожный христианин Нед является одним из толпов морали Спрингфилда Нед был одним из первых персонажей мультсериала, не входивших в семью Симпсонов Начиная с эпизода «Симпсона готовит на открытом огне», он регулярно появляется в Симпсонах У Неда есть странная привычка Добавлять дидли-дадли и другие бессмысленные слова в свои фразы при разговоре Несмотря на внешнюю слабость, кротость характера и возраст, Нед скрывает под своим зеленым свитером и розовая рубашка чрезвычайно развитую мускулатуру Нед, как и его семейство, редко называет свои усы усами Обычно он придумывает им название вроде «соседей носа» «Мистер Щекотка» И именно так бы он выглядел в реальной жизни Сто процентное сходство Как насчет продолжить под душем то, что было прошлой ночью? Не смотри на меня! Но ты везде! Коньяк! Отбеливатель Почему не постучал? Пошел прочь! Сид Ленивец, типичный неудачник и недотепа Любит потрепаться, фонтанирует безумными идеями Может прихвастнуть, когда представится случай При всем этом у него доброе сердце и дружелюбный нрав Семья Сида бросила его спящим на дереве и ушла на юг Сид проснулся и обнаружил, что пропустил миграцию Он расстроился и тут же наступил в помет к глиптодонта Пучеглазый, с фиолетовым носом, длинный шей и шерстью зеленоватого цвета Сид обладает хорошим чувством юмора Игнорирует любые советы, пока не придет беда Наивен, мечтателен И примерно вот так бы он выглядел, будь он в реальной жизни Вполне похож Кот в сапогах Помните этот милый взгляд? Неукротимый лобеллаз Защитник простых граждан Хвостатый герой вне закона Или просто кот в сапогах Хотя одно только имя кот в сапогах подразумевает далеко не самого обычного кота Выросший в приюте, когда-то он был признанным героем, за что и заслуженно получил свою шляпу и сапоги Но после предательства своего единственного друга Шалтая Он вынужден бежать из города Сан-Рикардо И ждать шанса, чтобы искупить свою вину перед горожанами и восстановить свою честь Он мечтает сорвать самый большой куш в своей жизни Примерно так бы он выглядел, будь он среди нас За котика обязательно поставьте лайк Ради него На этом все, друзья Спасибо за просмотр Не забывайте подписываться на канал И, конечно, ставить лайки А также смотрите наши предыдущие ролики Всем хорошего настроения И до встречи